Продолжение следует... За непричинение приказу расстрел? Ну, как-то это слишком. Может быть, что-нибудь другое придумать? А что, например? Ну, я не знаю. Арест на несколько суток. А где их держать? Двух-трех расстреляют, всем сразу станет ясно. Так что пиши. Расстрелять. Здравствуйте, друзья. Это Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Сегодня у нас 22 апреля, и это 64-й выпуск австрийского обозрения. Главной темой этого выпуска будет у нас рост недовольства по всему миру. Недовольство карантином, запретами, ограничением на деятельность бизнесов. Мы покажем вам интересные кадры из Соединенных Штатов о протестах, даже почти вооруженных протестах, вызванных введением коронавирусных запретов. Также посмотрим, что у нас происходит на рынке золота, на нефтяном рынке, и также на ситуацию с гигантскими потоками государственного стимулирования, которые буквально весь мир залили за последние несколько недель. Для начала скажем, что Банк России в марте текущего года купил 9,33 тонны золота, и на 1 апреля текущего года, опять же, золотые резервы России равны почти 3 тысячам тонн. То есть, полторы тонны буквально не хватает. На данный момент Банк России программу закупок золота прекратил. Это знаковые изменения политики банка. Посмотрим, что будет дальше. В самом нашем последнем видео, которое вышло 11 апреля, мы подробно разбирали проблему дефицита физического золота и наценок на продажу золотых и серебряных монет, слитков и вообще инвестиционных изделий из драгоценных металлов. Давайте посмотрим, что у нас изменилось за последние две недели. Ну, во-первых, 15 апреля Монетный двор США в Вестпойнте, его отделение в штате Нью-Йорк, прекратил чеканку золотых орлов. Серебряных орлов он чеканить продолжал. Все это было вызвано, как вы, наверное, догадались, коронавирусными проблемами. Ну, уже 21 апреля эта фабрика, финажный завод, работу восстановил, частично опять же. То есть, предложение орлов у нас остается пока ограниченным. И при цене 1726 долларов покупка одного орла самым дешевым способом оплаты на Апмикс в американском монетном дилере Апмикс будет стоить 1907 долларов. То есть, очень большая наценка пока, очень большая. Такая же у нас ситуация и с ценами в евро. Посмотрите, вот она скакнула вечером 22 апреля, да? Цена на золото в евро. Очень высокая, 1586 евро, соответственно. И в Тавиксе тоже очень-очень большая премия, конечно, очень большая премия. Единственное, что мы можем здесь видеть, это то, что спред сократился. То есть, разница между покупкой и продажей сократилась. Она была около 15% две недели назад, сейчас она чуть более 9%. И продолжает Тавикс покупать монеты дороже рынка, значительно дороже. То есть, 50 с чем-то евро, приблизительно наценка на рынок, около 50 евро. Серебром наценки тоже гигантские, чудовищные. То есть, при цене около 15 долларов за унцию. Унция серебра физического в самой популярной физической форме. В монете американский орел, серебряный 25-29. Но все монеты есть в наличии, что вселяет надежду. Ну, все, наверное, уже слышали о том, что в понедельник цена на нефть WTI, особенно, ну и на другие тоже марки нефти, рухнула до каких-то невероятных, чудовищных, отрицательных значений. Минус 37 долларов ходила цена. Посмотрите, я вам покажу. Здесь South Texas Sour, это у нас один из видов техасской нефти, стоит минус 54 доллара на понедельник. А один сорт нефти из Восточного Канзаса, аж минус 55,05. То есть, невероятные, конечно, события. Невероятные. Что вообще можно об этом сказать? Ну, на самом деле, две вещи. Во-первых, это дефляционное схлопывание прямо у нас на глазах происходит. То есть, все самоуничтожается. Все долговые грехи, накопленные за много десятков лет, начинают растворяться, начинают таять. По этому поводу очень хороший материальчик мы опубликовали на Golden Front. Гиперинфляционисты снова выходят из леса. Это такая живая, интересная дискуссия о том, что же нас все-таки ожидает. Высокая инфляция, дефляция или гиперинфляция. Эта дискуссия была очень популярна в начале десятых годов. Сейчас она получает, так сказать, второе дыхание. Ну и возвращаясь к нефти, что значит происходящее для нефтяной индустрии американской? Ну, то есть, все просто самоуничтожается. Будут потеряны сотни тысяч рабочих мест, будет потеряна экспертиза. Это были очень хорошо высокооплачиваемые рабочие места. Исчезнут многие компании, к большому сожалению. То есть, американская нефтяная индустрия только что соединилась с землей и взорвалась. Чтобы не быть голословным, прочитаю вам новость от 17 апреля. Компания Schlumberger, очень известная, большая, крупная нефтесервисная компания, понесла по ГАПу убыток в размере 7,4 миллиардов долларов за первый квартал 2020 года. То есть, в первом квартале еще не начало ничего, в принципе, происходить практически. Нет, вообще, на самом деле, все началось 9 марта, но, тем не менее. Посмотрим, какие показатели она нам даст во втором квартале. На самом-то деле, нефтяная индустрия никуда не денется. И мы на Голден Фронт говорили еще пару-тройку лет назад, что расходы на геологоразведку и на освоение новых месторождений последние несколько лет были минимальными. То есть, цена на нефть снова подскочит через какое-то время. Но многие нефтяные компании уже не смогут поучаствовать в этом першестве. Теперь перейдем к сфере государственного стимулирования. И в ней у нас творятся разные просто невероятные вещи. Хотел бы похвалить самого себя, потому что буквально 7 апреля у нас произошла очередная 24-я годовщина похорон американского доллара. То есть, государственный долг США в этот день пересек отметку в 24 триллиона. Это было впервые на моей памяти, когда Зирахедж это не отметил. То есть, они настолько заняты новостями о кризисе, что пропустили эту важную веху, но мы не пропустили. То есть, даже у ветеранов концентрация пропадает бывает. Напомню, что отметку в 23 триллиона долларов этот показатель пересек у нас 31 октября 2019 года. И, что особенно интересно, уже 21 апреля 2020 года, то есть через 2 всего недели после преодоления порогов 24 триллиона, федеральное правительство США успело взять взаймы еще 566 миллиардов долларов. То есть, темпы долгового безумия буквально просто уходят в небеса. Ожидается, что в текущем году размер бюджетного дефицита США составит 3,8 триллиона долларов или 18,7 процентов ВВП. В следующем году 2,1 триллиона или почти 10 процентов ВВП. То есть, чудовищные, чудовищные показатели. Как следствие, растет стоимость страховки от дефолта государственных облигаций США, так называемые кредитно-дефолтные свопы, это вот их стоимость, видите, как она резко подскочила за последние полтора месяца. И, кстати говоря, по этому же поводу у нас на Golden Front опубликован разбор того, куда пошли все эти гигантские средства стимулирования. И пошли они, конечно же, непростым людям, пошли они, как обычно, туда, куда они всегда и идут. Можете почитать, 20 апреля на Golden Front у нас это было опубликовано. Пару слов скажем также о Японии. Это у нас премьер Абе. Япония только что приняла самый крупный стимуляционный пакет в своей истории в размере 990 миллиардов долларов. Я хотел бы вам напомнить, мы об этом говорили, но Япония занимает первое место в мире по отношению долга к ВВП. Государственного долга к ВВП 279 процентов. По сравнению с ней даже Италия, кажется, консервативной страной. Соединенные Штаты у них вообще все в порядке. Все эти процентажи будут, конечно же, расти в ближайшие месяцы. Но Япония уже ушла от всех так далеко, что ее просто уже даже не видно. На самом деле, я тоже говорил об этом раньше. Это вот показатель у нас Мозамбика, Гватемалы 70-80-х годов. Крупнейшие развитые страны мира, крупнейшие самобогатые экономики сейчас в бюджетном смысле, в фискальном смысле стоят на том же уровне, что беднейшие страны мира когда-то несколько десятков лет назад. Ну и для соблюдения баланса замечу, что на Golden Front есть тег Россия Кризис. И под ним мы публикуем новости невеселые о ситуации в Российской Федерации. Она ужасна. Мы ничем пока не отличаемся хорошим от Соединенных Штатов Японии, Евросоюза и Китая. Кроме того, что у нас меньше долгов. Да, это действительно правда. Но падение у нас будет жестокое, безжалостное. Разорятся миллионы и миллионы людей и бизнесов. Приведу вам лишь несколько случайно выбранных заголовков по этой теме. Вот номер один из них. Миллионам россиян грозит сокращение зарплаты или увольнение к концу апреля. На шее россиян начала затягиваться долговая петля. Новости из регионов. Челябинск выходит на улицы и уже грабит киоски. Россияне перестали платить за услуги ЖКХ. Чем это грозит? Коронавирус почистит российский ресторанный рынок на 30%. И последнее. ВВП России во втором квартале может упасть на 18% дохода населения на 17,5%. Веб. Все это очень печально, друзья мои, потому что ущерба можно было бы избежать в таком объеме. Но мы почему-то пошли по пути наших западных партнеров. То есть Соединенных Штатов, Великобритании, Италии, Франции. То есть по пути идиотов. Хотя вроде бы у нас должен был быть свой путь, насколько я помню. Но в этом случае у нас путь с ними один-единственный. Ну что ж, счастливого пути, дорогие россияне. Теперь мы, друзья, посмотрим на то, как коронавирусная идиотская паника разрушает мировую экономику у нас на глазах. И я хочу показать вам вот этот график. Он вызвал большой вал гнева в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Значит, это у нас вроде бы такая прозаическая медицинская вещь. Это прогнозы количества больничных коек для больных коронавирусом, сделанные различными достойными организациями, медицинскими и консалтинговыми в середине марта. И их сравнение с реальностью. Вот, соответственно, посмотрите, как наши медицинские и управленческие гении прогнозировали развитие событий. Значит, это прогноз для штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк. Организация, которая получает финансирование от Билла Гейтса, на 1 апреля прогнозировала 73 тысячи коек. Должно было понадобиться по всему штату. Колумбийский университет прогнозировал только для города Нью-Йорка 136 тысяч коек. Компания МакКинзи, страшный сценарий 110 тысяч коек по всему штату, умеренный сценарий 55 тысяч коек. Что мы получили в реальности? 18 279 коек на где-то 7 или 8 апреля. Возникает законный совершенно вопрос у многих людей, зачем все эти люди вообще нужны? Все эти специалисты, эксперты, эпидемиологи, если они вообще ничего не понимают. То есть, они просто из задницы вытаскивают эти прогнозы. Они ошибаются в десятки раз, ну не в десятки, в разы, по крайней мере. И тот же самый вопрос будет задан очень скоро по поводу представителей многих других профессий. Государственных служащих, сотрудников спецслужб, полиции, врачей, преподавателей, экономистов и других всяких интересных товарищей. Зачем они вообще нужны и какой от них толк? Может быть без них было бы, собственно говоря, ничего бы и не изменилось, если бы их не было. Если бы их не финансировали, всех этих интересных господ и госпожей. Ну и все тоже уже, наверное, много раз слышали и знают на своей шкуре, что происходит в Москве, например. Все эти QR-коды, пропуска, контроль, камеры. То есть, чистый концлагерь такой электронный. Ну, в Соединенных Штатах тоже не отстают. Соответственно, мы же равняемся на Соединенные Штаты. На самом-то деле, нам бы на Белоруссию поравняться было бы замечательно, но, к сожалению, нет. У нас на это не хватает сообразительности. Почему-то вот эти замечательные приборчики предлагаются в штате Кентукки надевать на лодыжки тем, кто вступил в контакт с носителями коронавируса. С этой страшной болезнью, от которой на 22 апреля в России погибло уже 550 человек за полтора месяца. То есть, конечно, страшно жить стало, товарищи. Вот, то есть, как бандитам будут надевать эти браслетики. И также не могу не поделиться с вами, друзья, вот замечательная, замечательная запись отрывок из интервью с губернатором Томской области по фамилии Жвачкин. Какой прекрасный человек. Послушайте буквально 10 секунд. Но, дорогие мои, если вы считаете, что вы под разными никами, как под маской медицинской, спрятались, сегодня вы как девушка выходите, завтра как мальчик, то вы ошибаетесь. Государство знает ваши фамилии и адреса. И жители нашей планеты уже почувствовали тяжесть всего этого безумия на себе. Вот вам, пожалуйста, заголовок из Пскова. На вакансию курьера претендует сразу 27 человек. Ну, как хорошо. В столице Северной Осетии тоже люди вышли на сход. Из-за режима самоизоляции они требуют, чтобы либо объявили чрезвычайное положение, либо отменили все эти ненужные, совершенно бесполезные запреты на передвижение. Жители Ростова-на-Дону и Москвы провели так называемые цифровые митинги, которые Яндекс блокировал очень тщательно. Вот такие вот требования выдвигали. Режим ЧС, ли хватит ограничивать людей, нет денег заплатить за кредиты, что нам делать, на что жить нам, если мы дома сидим, мы хотим есть, где наши деньги. Это у нас в Москве. И теперь я вашему вниманию предлагаю результаты опроса владимирских предпринимателей о ситуации с эпидемией коронавируса и ограничениями. И жителей штата Мичиган, казалось бы, очень далекий регион, но на самом деле они очень похожи вообще-то, потому что и то, и другое это сердце, соответственно, России и Америки. И опросы были проведены среди простых людей. Во Владимирской области и в России в целом 100% бизнесов пострадали от падения доходов, буквально 100%. И здесь, и здесь немножечко количество полностью закрытых бизнесов в Владимирской области больше, чем в среднем по России, но тем не менее, более 30% и по России, и в Владимирской области отправили или полностью сократили персоналы, отправили во временный отпуск. Частичные сокращения провели. И главная проблема у бизнесов в России и в Владимирской области это невозможность платить за аренду. И также невозможность воспользоваться мерами поддержки для бизнеса со стороны государства российского. В Владимирской области 52%, в среднем по России 55%. Теперь посмотрим на происходящее в штате Мичиган. 29% участников опроса в штате Мичиган либо полностью уволены, либо временно, либо не могут работать. И 69% из уволенных временно или полностью стоят перед лицом катастрофических или серьезных финансовых последствий. 54% вольных респондентов не знают, как они будут кормить свою семью. И теперь я хотел бы показать вам несколько интересных видеоотрывочков из того, что происходит в протестной Америке. То есть на улицах там уже ходят люди с оружием. А также в комментариях к прошлому выпуску были высказаны сомнения о достоверности кадров очередей на раздачу продовольствия. Потому что все люди там были на автомобилях. Ну вот я вам сейчас покажу подробные кадры из Флориды. Таких очередей на автомобиле. А также пеших очередей из Калифорнии, из Нью-Йорка. Чтобы полностью развеять сомнения. Это у нас как раз кадры пеших очередей за бесплатным продовольствием из города Санта-Анна, Калифорния и из города Нью-Йорка. Это действительно необычный период американской истории. И это лишь самый последний пример. Море машин, которыми набита парковка в городе Сан-Антонио, штат Техас. Более 10 тысяч семей ожидают своей очереди в местном пункте раздачи продовольствия. Продуктов должно хватить на месяц. Похожие сцены можно наблюдать в городах по всей стране. В Питтсбурге выстроилась очередь из машин длиной почти в 2 километра. Эта очередь из машин в городе Энглвуд, штат Калифорния, не останавливается ни на минуту. Волонтер Крис Кастро показывает нам содержание коробки с продовольствием, которую каждая семья забирает домой. Каждая машина, которая сегодня к нам приедет, говорит он, получит одну из таких коробок. Весом около 20 килограмм. Там есть продукты длительного хранения. Самые разные виды продовольствия. Сухое картофельное пюре, пакеты риса, пакеты сладкого гороха, один замороженный цыпленок и пакет апельсинов. А это недавний протест за отмену самоизоляции и открытие бизнеса в столице штата Мичиган, городе Лансинг. И обратите внимание, друзья, на вооруженных граждан. Наша земля бьется, как рыба об лед. Мой муж впервые в жизни получает пособие по безработице. И мы с неохотой получаем это пособие. Мы хотим вернуться на работу. Сейчас, друзья мои, увидите самый интересный ролик из всего грузовик вооруженных мужчин на такой же демонстрации протеста в городе Харрисбург, штат Пенсильвания. И на грузовике написано, пора вернуться на работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова